всем привет блендер 283 и давайте просмотрим как за анимировать вот этого персонажа именно спарки в прошлом ролике я не показал как ставить болты заброшу уже есть готовые так что возможно вы найдете я потом в следующих роликах если кому-то нужно покажу так вот такие кости у персонажа так единица тройка на нампаде вот такая штука так единица нампаде тройка на нампаде нампад это у кого под правой рукой находится у меня сейчас ноутбук без нампада идет переключение в edit в преференциях находите значит так импут вот и ставите вот этот нампад эмулятор нампада и у дефолтная нам нам lx импут это две клавиши ставить и можете цифрами просто верхними работать мы погнали так есть у нас кости переключаемся в post mode вытягиваем таймлайн и колесиком крутим колесико зажимаем перетягиваем все это дело нам нужны именно вот эти первые кадры вот чтобы так был первый второй третий и так далее ставим 13 кадров 13 кадров и погнали анимировать так первый кадр прописываем лапы первую лапу сюда вот так вот g теперь вот эту лапу дальнюю тройка на нампаде и g вот так эту лапу теперь выводим вперед а эту лапу выводим назад и пишем а и локрот так первый кадр есть теперь нужен седьмой зеркалим 7 кадр это вот будет теперь вот сюда вот так вот g это нога будет к этой ноге ну чтоб нормально было теперь выбираем косточку дальнюю от эту тройка на нампаде жмем g и вытягиваем ее от назад а эту косточку переднюю g вытягиваем вот сюда вот такая штука получается так вот эту лапу немножко g и пишем а и локрот так смотрим как все будет работать вот так все это дело передвигается следующее что делаем первый кадр жмем shift для сочетания клавиш и перетягиваем на 13 кадр он будет заключительный получается у нас есть теперь три точки контакта вот это три точки которые контактируют с полом так сказать как он там называется и теперь нам нужно добавить точку отрыва . отрыва у нас будет так вот первая лапа есть вот эту лапу g подставляем этой а эту лапу подставляем вот сюда вот это будет . отрыва пишем а и и блок рот смотрим что получилось вот такая штука ну и на восьмом кадре сделаем точно тоже точку отрыва только от зеркаленная g эту лапу сюда а эту лапу g вот сюда и можно как-то вот эти лапы так подальше по отвести а и блок рот ну и это тоже чуть-чуть перепишем g эту лапу сюда эту лапу чуть-чуть подальше а и блок рот смотрим что получилось так отключу видимость костей вот такая штукенция вот так он движется если сейчас мы перетянем точки отрыва допустим вот вторую точку отрыва перетянем g ну пускай на четвертую а эту перетянем это получается где-то на 11 ну да где-то приблизительно 11 то получится вот такая штука ускорен он уже быстрее как бы тут передвигается ногами так вернем g все это назад потом еще можно поэкспериментировать будет следующее что нам нужно сделать вот это все нормально и на пятом кадре нужно сделать высшую точку выбираем тасс жмем g и поднимаем немного персонажа жмем а и блок рот и теперь на одиннадцатом кадре тоже делаем высшую точку так вот здесь вот что-то лапу надо повыше приподнять а и блок рот так смотрим и удивляемся так смотрим что все получается вот уже с партии бежит так что еще можно ему сделать теперь нужно добавить вот эти вот кадры прописать третий четвертый он будет вот эти вот последующие кадры писаться именно от от точки отрыва если мы точку отрыва g перенесем вот сюда допустим то увидите что здесь вот появился еще кадр перенесем точку отрыва ну допустим на так это это не . отрыва вот восьмая . отрыва перенесем на девятый кадр то получается более-менее еще радости как-то он бежит также можно заанимировать хвост если на этом кадре хвост будет вверху то на седьмом кадре можно его опустить ну допустим р вниз вот так а и блок рот смотрим что получилось вот так вот хвост дергается также можно повернуть семерка на нампаде именно тело если на первом кадре тело будет допустим так на какую лапу опирается вот на эту значит надо семерка на нампаде так тело немножко или вот так вот и отвести но это уже шею будет отведем к ее полностью так вот это как будет работать ну так вот повернем и голову допустим так пардонте зайдем в эдит мод и перепропишем именно голову так выбираем косточку shift и жмем control п keep offset она просто была привязана вот к этой кости и голова движется отдельно от ну короче лицо морда от головы так теперь посмотрим смотрим что тут семерка на нампаде и попробуем перепрописать да так если это лапа сюда то разворачивать значит ну как то вот в эту сторону а голову можно теперь в этом вот направить пишем а и блок рот смотрим что получилось и седьмой кадр семерка на нампаде теперь вот это лапа участвует попробуем развернуть значит так если лапа в эту сторону то так не запутаться значит это р в эту сторону а это вот сюда теперь голова а и блок рот ну и вот этот кадр последний можно удалить делить на клавиатуре делит кейфрейм и первый кадр шив д сочетание клавиш перевести на последний смотрим что получилось вот он теперь более радужно так бежит все прикольно так что еще можно добавить а можно добавить но это уже в начале надо было наверное но все равно в качестве эксперимента единица на нампаде так возвращаемся на первый кадр так выбираем вот эти косточки вот эти единица на нампаде и g уводим их центр вот сюда так а вот эти косточки единица на нампаде все через shift выбирается чуть-чуть вот сюда а и блок рот ну вот эти косточки тоже можно даже опять же выбрать вот этот кадр делит кейфрейм раз может первый перепрописали shift д и повторить копирование так смотрим что там да как ну вот что то такое вот так бежит уже спарки давайте теперь запишем вот эти промежуточные кадры так первые сначала попробуем в каком плане так первое попробуем вот эти кадры отрыва g поставить на двойку а эту поставить на восьмерку и вот эти кадры сейчас я сохраню проект так это анимация все теперь нужно прописать вот эти кадры вот от кадра отрыва будет уже строится другие кадры после пятого будет другой кадр строится и после седьмого тут восьмой пошли все дальше пишем а и а так не на то жму а и блок рот здесь пишем а и блок рот а и блок рот и так далее ну и смотрим что получилось вот он уже мягче бежит уже поприкольней вот такая штукенция также можно делать 24 кадра вот эти вот в секунду ставим 24 кадра и их прописываем допустим пишем первый потом 10 или 15 также можно писать 16 кадров ну вот сколько вам секунду допустим бег замедленный бег чуть удлиняем если он растянутый если быстро бежит то чуть-чуть уменьшаем все это дело пока в кадрах вот в этих так что еще можно ему придумать ну в принципе только что тело еще можно повертеть получается семерка на нампаде если что-то вы делаете то вот эти вот косточки допустим вот щиколотки вот эта полоса идет ну можно развернуть так где-то р вот так а задницу задницу где-то допустим так не эту косточку вот эту как-то вот так вот хвост как-то тоже в бок повернуть а и блок рот и вот он уже должен вот так шевелиться словом полностью тело такое движется как рассчитать вот эти количество кадров да вам нужно взять 24 кадра вот этих и вот сколько вам нужно минут снять это допустим сейчас я на калькуляторе посчитаю берем 24 кадра умножаем на 3 минуты анимации и умножаем 3 минуты по 60 секунд равняется всего нужно 4320 кадров на 3 минуты по 24 кадра если будет анимация вот такая штука вот такой расчет так что еще ну в принципе все спарки бегает немного как там грубовато это все делает но все равно вот такой вот принцип нормально нужно еще вот с этими поработать частями кстати забыл так тройка на нампаде если мы на первом кадре так вот эту часть выбираем и вот эту вот косточку r можно допустим так перекрутить так а на этом кадре и допустим ее вот так а и о крот теперь на седьмом кадре вот этой косточки делаем r перекручиваем вот эту ступню а здесь перекручиваем вот эту ступню вот эту ступню вот так и делаем а и блок рот теперь так тринадцатый кадр делить делить и фрейм и первый кадр швиф д перекидываем на 13 смотрим что получилось ну такая штукенция если сейчас выделить все кадры нажать а и нажать допустим с и вытянуть до двадцать четвертого кадра вот так и и поставить 24 кадра в секунду это вот он за секунду будет делать вот этот бег он уже медленнее будет бежать как бы не хотя вот такая штукенция ну попробуем следующий вариант да файл open анимация бег так это мы пробовали вот с такой анимации если отрыв поставить ну допустим на четвертый кадр а здесь отрыв поставить на десятый смотрим что получилось ну более он прикольный стал бежать д ну а теперь пропишем все вот эти кадры а и блок рот чтобы было мягче и вот теперь он как то более прикольно не резко так дергается потому что вот этот кадр именно середина отрыв он ушел на четвертый кадр на пятом кадре вот у нас он увеличивается в размере именно выше становится также можно сделать вот такую штуку так тройка на нам поди ну опять же в качестве эксперимента на первом кадре еще больше опустить этого персонажа а и блок рот на седьмом кадре опять же джи опустить потому что лапы разъединены а поднимается он именно на тех точках где лапы вместе сейчас покажу а и блок рот ну и 13 чтобы сбоя не было опять делаем дэлит и копируем shift d на 13 этот кадр смотрим что получилось вот такая у него началась беготня 5 и 11 так 10 кадр это точка подъема почему он дергается вот это да смотрим ну все вроде по тряпке у него стоит тройка на нампаде так вот это он слишком уже тут приподнятый давайте так это 9 10 10 10 потом 12 так 7 это наш кадр так 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 теперь второй третий и шестой дэлит дэлит кейфрейм так смотрим что получилось вот этот 8 тоже дэлит кейфрейм и оставляем 9 вот этот точка отрыва так подправим теперь точку отрыва вот так эту вот так вот так вот так пардонте не заметил вот эту сюда а вот эту джи сюда и почему он так подпрыгивает потому что он приподнят и делаем а и джи опускаем чуть чуть пониже а и блок рот вот теперь он на точке пола седьмая это джи чуть чуть тоже пониже а и блок рот здесь у нас здесь у нас поднято да значит на девятом вот эту лапу тройка на нампаде джи опускаем эту джи чуть чуть сюда это теперь получается вот эту лапу опускаем так вот эту поднимаем а вот эту опускаем а и блок рот ну и одиннадцатый кадр джи до уровня пола а и блок рот так смотрим ну вот теперь он нормально бежит уже не так дергается так пробуем джи четвертый кадр на третий так и тогда остается на девятом да смотрим о уже еще лучше вот такая штука английская а делаем английскую с и увеличиваем допустим до двадцати четырех кадров в секунду вот такая штукенция получается теперь у нас седьмой кадр это будет тринадцатый потом это у нас получается девятый кадр а это получается одиннадцатый на двадцать первом ну вот все нормально вот такая штукенция так и можно прописать все вот эти кадры опять по новой как он бежит вот уже хреново почему просто надо поставить двадцать четыре кадра вот уже медленнее так в развалочку не спеша бежит так что попробовать возможно можно попробовать еще давайте пропишем вот эти кадры так а и локрут Cathätz так вот erfahren вот 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 ну а теперь сделаем вот такую штукенцию выделяем английская а наводим на таймлайне вот эти все кадры а выделяем их если они не выбрана вот так вот делаем shift и перетягиваем это все дело вот таким вот образом здесь нужно вот этот кадр один вот этот удалить потому что так это сколько у нас получается здесь 48 кадров ставим 48 enter и смотрим что получится как будет здесь перепрыгивать да нет нормально вроде ничего такого ну вот уже развалочку бежит единство отрегулировать этот поворот головы нужен он не нужен ну и тело до прописать я прописал только в одну сторону нужно теперь его сделать зеркально и на других кадрах тогда он будет синхронно так бежать и сделать чуть-чуть ну где-то помягче чтобы побольше кадров что ли было таких вот без перебива так что еще но это вот получается 25 кадр если его допустим удалить велит опять же экспериментируем выделяем вот эти кадры добавочные и добавляем на 25 здесь тогда у нас получается уже 47 кадров и смотрим что получилось все всем пока до свидания в следующих в следующем ролике попробую сделать ну как вот бег наверно уже будет задействованы та сторона лап и вот это будет синхронно так двигаться все всем пока до свидания